Я сначала хочу показать инструменты, с помощью которых как раз-таки делают шоколад. Вот у меня муж строитель, и я в основном все это утащила у него. То есть вот шпатель строительный, фен строительный. Ну, это, наверное, не очень строительный, больше медицинский инструмент, пирометр. Меня шоколад научил потрясающей философии. И здорово, если ее вообще применять к себе. Шоколад учит уважению к себе. Если ты что-то пытаешься сделать небрежно, где-то не соблюдаешь температуру, тут побыстрее, что-то положило не то, шоколад ни за что не получится таким, каким он должен быть на самом деле. Настоящий шоколад состоит всего из трех ингредиентов, может из двух. Это какао-масло, я вот, кстати говоря, как раз хотела показать кусочек какао-масла и какао-тертое. По желанию можно класть сахар, можно не класть. Мы должны растопить какао-масло и какао-тертое. Растопить при определенной температуре, как правило, 45-50 градусов. И мы поэтому сейчас это и делаем. Проверяем. Вот, 45. Идеально. Для того, чтобы шоколад наш хрустел и был не пластилиновым, нам нужно создать определенную структуру молекул, выстроить кристаллическую решетку. У шоколада шесть форм кристаллов существует, и они все образуются при определенной температуре. Поэтому самый сложный, наверное, процесс в изготовлении шоколада – это темперирование. С шоколадом важно все делать очень-очень быстро. Если где-то протормозишь, то результат уже получится непредсказуемый. Поэтому, когда я занимаюсь шоколадом, мои домашние знают, что ко мне близко, даже приближаться нельзя. Нельзя перекрывать мне пути подхода. Иначе всем достанется. Красят шоколад какао-маслом, которое также мы окрашиваем различными натуральными красителями. Ячменем, свеклой, клубникой, малиной. То есть множество всевозможных вариантов покрасить какао-масло. После того, как мы вылили шоколад в формы, нужно его обязательно простучать. Тоже такой смешной процесс. Потому что все пузырьки, которые внутри, они должны выйти на поверхность. И сейчас мы отправим шоколад охлаждаться в холодильник. И через 20 минут его достанем. Блестит. Хрустит. Тает во рту, а не в руках. Этим трем критериям должен соответствовать шоколад. То, что я ем сейчас, действительно настоящий. Правда, в процессе приготовления я немного замерзла. Температура на кондиционере 18 градусов. Однако, по-другому никак. Но это того стоило. Ксюш, ты гереться-то собираешься? Достаточно. Ксения Баканова, Константин Головин. События.